Продолжение следует... Про тех людей, кто управляет нашей столицей, а точнее, где они учатся и как вообще проходит их обучение. Мы находимся в Московском городском университете управления правительства Москвы. Здесь учат и юристов, и экономистов, и чиновников, в общем-то. И я знаю, что здесь больше 20 направлений, и где-то 80% студентов этого университета сразу находят себе работу по специальности. В общем, потрясающий вуз. И начнем сразу знакомиться с студентами. Вот стоит передо мной Никита. Никит, привет! Привет! Никита, знаете, какой интересный человек? Он до недавнего времени возглавлял студенческий совет МГУ. Да? Да. А еще и работает здесь. Теперь да. Тогда рассказывай, на каком курсе ты все еще учишься? Да, я сейчас на втором курсе магистратуры управления проектами. Так, интересно. Рассказывай, кем ты работаешь и как у тебя получается совмещать? Работаю я, соответственно, специалистом по молодежным проектам в университете. Работаю непосредственно с ребятами, со студентами, как студенческого совета, так и вообще студентами всего вуза. Разрабатываем различные проекты, хоть это сейчас довольно-таки нелегко делать с учетом дистанта, но мы такие гибриды своеобразные делаем. И сейчас рассматриваем выходы на внешние площадки, более интересные, ну, с учетом платформ, которые сейчас используются, то есть там Zoom. Не знаю, можно у вас там сейчас такое говорить, вдруг за рекламу посчитают. Вот. Мы все там. Используем, соответственно, различные площадки, различные платформы и пытаемся, ну, вот как и все вузы, соответственно, работать в нынешних реалиях. Ну, расскажи тогда про студенческий совет, вообще, как живут студенты вашего вуза, ну и как вообще попасть в студенческий совет тот самый? Ну, студенты в такое интересное время, уж надеюсь, у всех все хорошо и все здоровы, в первую очередь. Работаем нормально, работаем по дистанту, опять же. Попасть в студенческий совет, я бы сказал, несложно, если ты этого хочешь. Потому что нужно, опять же, активничать на протяжении всего года, если вы приходите, соответственно, на первом курсе. Мы вас просматриваем, вы проходите школу студенческого актива, который идет около трех-четырех месяцев. У нас по-разному зависит от программы и от года. И непосредственно после этого уже, после просмотров, после работы, после собеседований, уже человек попадает непосредственно в студенческий совет. Такая деятельность долгая, потому что нам важно, чтобы это уже работал не просто студент со студентом, да, а человек уже, который проходит определенную профориентацию по определенным действиям по работе со студентами. То есть это фактически такой же возможно уже в будущем работник, специализированный по работе с молодежью. То есть такой, побывав в студенческом совете, можно уже стать чуть ли не специалистом, да, такой? Ну, с учетом ураги, да, возможно такое сделать. Ну, как видите, вот, специалист. Ну, кстати, да. А расскажи, пожалуйста, у вас, наверное, ну, студенческий совет занимается организацией мероприятий и в университете, да, многое? Или вы даже что-нибудь там для города делали? Мы делаем непосредственно где-то 80% мероприятий в университете, которые связаны с развлекательной программой. Ну, ты сразу нам приводи примеры. Так, ну, самые основные у нас работа на первокурсников идет, это всегда вечер первокурсников. Вечер первокурсников, выезд первокурсника, различные событийные мероприятия, которые могут проводиться как в городе, так и у нас в УЗе. Различные творческие направленности, да, то есть, если вы там умеете петь, то есть, у нас хоть и университет управления, но, опять же, у нас ищем талантов, так сказать, в любых местах, поэтому здесь мы тоже развиваем и реализуем любое творчество, которое интересно студентам по запросам. Мы проводим спортивные мероприятия, проводим, ну, от банальных эстафет до непосредственно турниров по футболу, волейболу, ну, и самых простых и понятных командных играх. Работаем над разработкой интеллектуальности, значит, такой научпоп, назовем это так, потому что все-таки наукой у нас занимается больше университета и преподавателя, а мы занимаемся таким вот научпопом, более простой, понятный, развлекательный формат, для которого ребятам будет интересен. Слушай, а что касается вот городских мероприятий, для вас это, наверное, как стажировка даже, да, или как практика, у тебя был опыт участия в городских мероприятиях или, может быть, даже в организации? Ну, у меня лично был опыт, то есть, из самых таких больших, наверное, это вот последние мы делали управленческий форум «Маяк» совместно с Комитетом общественных связей и молодежной политики города Москвы, то есть, ну, мы непосредственно защищали свой проект перед студенческим советом при Комитете, выиграли данный конкурс и провели его уже региональный конкурс, получается, региональный проект, где приезжали студенты других вузов к нам. Мы, соответственно, были организаторами данной площадки, приезжали множество чиновников, соответственно, приезжали руководители департаментов спорта, приезжали руководители коммерческих организаций, известных ивентов. Мы их всех, соответственно, приглашали, то есть, это сами студенты приглашали, созванивались, обговаривали это все с руководителями аппаратов определенных. Мне кажется, это очень классный опыт вообще для любого студента любого курса, в принципе, который тем более собирается работать в госструктурах в будущем. Ну, из самых банальных, конечно, вот из-за того, что у нас есть волонтерство, спорт и творчество, мы работаем по всем этим составляющим в городе, когда у нас проходит День молодежи, у нас проходят различные мероприятия, связанные с набором студентов в вузы, когда волонтерские какие-то мероприятия проходят. То есть, мы также участвовали и в чемпионате мира по футболу тоже, мы отбирали городских волонтеров, ребята у нас отбирали. То есть, ну, мы участвуем постоянно вообще с ребятами. Да, но скажи, это как ваша практика от вуза или... Нет, 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 это помимо идет практики от вуза, то есть, у нас есть практики стажировки, как вот стажировка в правительстве Москвы, которая у нас есть, а это отдельно, мы с ребятами как бы договариваемся через студенческие каналы, образно говоря, там, на слетах, когда мы собираемся на собраниях, мы это все обговариваем, говорим, что есть такая возможность на чемпионате мира, да, чтобы ребята поучаствовали, поотбирали волонтеров, там, пообщались с иностранцами, еще что-то. То есть, это уже твое желание как активного студента и члена студенческого совета, да? Ну, да, мне кажется, это, в принципе, хорошая практика сама по себе. Помимо того, что дает университет, ты бесплатно получаешь огромный опыт и уже выходишь отсюда таким вот с наработками определенным, которые ты можешь уже использовать непосредственно у себя на работе в будущем. Ну, а кем ты, кстати, вот про будущее, кем ты будешь, когда закончишь университет? Ну, вообще, у меня, по первой специальности, у меня социально-культурное развитие, то есть, это больше по творческой составляющей, работа непосредственно в культурных центрах. Мне это интересно, сама по себе, когда приходил, я искал более культурную такую составляющую. А второе, это сейчас по развитию, соответственно, городских проектов. То, чем я, в принципе, занимаюсь сейчас в ВУЗе, да, и постараюсь вот вывести на внешние площадки, для меня это вот как раз фактическая практика не по времени, вот обучения, да, когда там нам дают две, там, или месяц на прохождение практики. У меня постоянная практика происходит из-за того, что я здесь работаю и как раз могу воспроизводить определенные, ну, проекты в жизни. Слушай, очень здорово, желаю тебе удачи, спасибо большое, рада знакомству. Ну, а мы скорее отправимся внутрь университета, потому что посмотрите, какое красивое, современное, такое стильное, Вась, покажи людям. Это университет, понимаете, я даже думаю, жаль, уже отучилась, а то бы поступала. Я, кстати, знаю, что это мы сейчас в здании на Сретенке находимся, но есть еще одно другое на Войковской, там тоже так же стильно, классно и современно. Ну, конечно же, расскажет о своем ВУЗе лучше студенты. И вот уже нас ждет Виталий. Привет, Виталик. Привет. Слушай, ну, покажи нам здесь все, что у вас, что у вас вот в этом, на этом этаже. Да, мы находимся с вами сейчас на первом этаже, в холле первого этажа. У нас здесь, соответственно, есть гардероб, столовая, буфет. Здесь студенты очень любят проводить много свободного времени. Также у нас здесь есть несколько аудиторий. А, то есть это прям столовая ваша, да? Да, столовая вон там чуть подальше, здесь зона буфета и такая вот зона отдыха. А, слушай, а для начала скажи, вообще на каком курсе ты учишься и по какой специальности? А, я учусь на четвертом курсе уже. У меня направление государственное муниципальное управление, а профиль управления социально-культурным развитием мегаполиса. То есть что ты будешь делать, когда вырастешь, хотел сказать, когда закончишь. То есть это уже совсем скоро? Да, уже осталось буквально полгода. Я буду непосредственно управлять сферой культуры нашего города. Ну, например, ты будешь проводить день города, да? Организовывать. Ну, вполне возможно, да. У нас в процессе обучения очень много практикоориентированных заданий. Мы реализуем большое количество мероприятий от иммерсивных постановок до городских фестивалей даже. Именно организовывать? Да, именно организовываем. Ну, давай тогда отсюда, наверное, пойдем дальше. То есть это ваше место отдыха, да? Здесь вы в основном, не знаю, между парами, да, бываете? Да, 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 именно так. На диванчиках тут списываете, да? Ну, иногда. Так, а сейчас мы с тобой куда отправляемся? Сейчас мы отправляемся на второй этаж. Это у нас более административный этаж. Там находятся различные руководящие кабинеты и кабинет нашего ректора. Вот также есть несколько аудиторий. Вы в процессе экскурсии тоже увидите. А слушай. Ой. Так, здравствуйте. А скажи, пожалуйста, а почему вот ты сам выбрал именно этот профиль? Я всегда хотел заниматься чем-то творческим и креативным, но в процессе своего обучения в школе, в последних классах мне захотелось чем-то поуправлять. И, соответственно, данный профиль сложил все мои желания и креативная сфера и государственное муниципальное управление. А, у тебя какие предметы есть? Вот, допустим, вот сейчас на четвертом курсе? У нас большое количество профильных предметов. Творческо-производственная деятельность, управление проектами, управление массовыми праздниками, организация массовых праздников, социокультурная анимация и, конечно же, предметы по государственному муниципальному управлению. Слушай, ну, у меня такое ощущение, что ты прям очень любишь свою профессию. Точнее, выбор специальности. Я, правда, очень доволен и планирую в дальнейшем также работать по своей специальности. Так, хорошо. Пойдем, наверное, дальше. Так, сюда. Так. Ну, почему вообще стоит, наверное, не знаю, почему стоит сюда поступить людям, которые сейчас задумались о специальности управленца? Потому что наш вуз готовит именно городских управленцев. Каждое направление закрывает какую-то определенную сферу управления городом. У нас, соответственно, есть профили государственное и муниципальное управление и четыре различных профиля. Управление государственными услугами, управление городским хозяйством, управление информационными ресурсами и мое направление – управление социально-культурным развитием мегаполиса. Также юриспруденция у нас, два профиля – менеджмент, экономика и программа двойного диплома. Это совместно с Паршским университетом. Как интересно. Ну, наверное, мы с тобой дальше пойдем. И ты меня познакомишь с вашим проректором. Да, сейчас вы встретитесь с проректором по учебной и научной работе Александровым Алексеем Анатольевичем. Алексей Анатольевич, да, спасибо тебе, Никита, большое. Алексей Анатольевич, здравствуйте. Ну, конечно, потрясающе красиво у вас. Ян, спасибо большое, что вы к нам приехали. Вы с съемочной группой приехали. Расскажите, пожалуйста, про ваш вуз. То есть я правильно понимаю, что это университет правительства Москвы, да? Да. Ну, я думаю, что все слушатели знают, что вузы делятся на две большие группы. Вузы под отчетным министерством образования и науки, некоторым другим крупным федеральным министерством и ведомственные вузы. Вот мы как раз ведомственный вуз, причем очень маленький, небольшой ведомственный вуз. Нашим учредителем является город Москва, а его функции осуществляет правительство города. Вот такой вуз. Фактически мы являемся частью аппарата мэра и правительства города Москвы. Это кажется немножко бюрократически. На самом деле я могу привести просто примеры, что это не какая-то работа по осуществлению власти, по управлению. Это действительно работа, каждодневная, повседневная работа. Я помню, 7 утра понедельника зимы 2018 года, когда мы все здесь собрались, студенты наши, и пошли участвовать в определенной такой процедуре проверки норм наших работников ЖКХ. Был ледяной дождь, было очень холодно, было 7 утра, но мы все участвовали в этой работе, потому что она нужна городу. Или весной, когда вот произошло то, что произошло с вирусом, многие наши студенты принимали участие в управлении, я имею в виду в оформлении документации в наших поликлиниках городских, и вот по отзывам наших коллег очень помогли им. То есть мы часть той структуры, которая помогает городу жить и работать. То есть студенты, они уже фактически сразу погружаются в работу, да? Да, это действительно так. Мы бы хотели, чтобы это было так. Понимаете, это действительно реальная работа. Понятно, что они учатся, понятно, что у них читают лекции профессора, и ведут действительно интересные занятия, практики, ведущие эксперты. Но, конечно, мы ждем от наших абитуриентов и от наших студентов работы совместной. Это обучение через работу. Вот расскажите, кстати, про специальности. Я так понимаю, что у вас тут широкий выбор. Да, кого вы готовите? Итак, у нас шесть направлений в бакалавриате. Четыре из них продолжаются и в магистратуре. Это государственное и муниципальное управление, это менеджмент, экономика и управление персоналом. Две программы реализуются, два направления реализуются в бакалавриате. Это юриспруденция и международные отношения. Причем вот в этом году, летом этого года, мы получили общественную аккредитацию направления юриспруденции. Это признание, но очень высокого уровня нашего образования. У нас 12 профилей в бакалавриате и 9 профилей в магистратуре. И все они вокруг города. Я хотел бы, чтобы мы правильно поняли друг друга, я не хотел бы выдавать наш университет за тот университет, который не соответствует действительности. Понимаете, мы абсолютно практикориентируемый, практически, очень прикладной университет для тех, кто хочет работать. Поэтому под управлением города мы понимаем не теории управления городом, не некие схемы, которые очень быстро меняются, а вот ту повседневную практику, которая нам позволяет всем жить. Вот, например, куда можно устроиться на практику? Ну, можно посмотреть, где работают наши выпускники. Это действительно система правительства города, это департаменты, министерства. Вообще, должен сказать, что два министра сейчас являются выпускниками нашего университета. Министр правительства Москвы и министр Московской области. Несколько руководителей департаментов руководят нашим городом сейчас. Но в основном, конечно же, мы говорим о огромной-огромной системе. Речь идет, ну, практически о миллионе рабочих мест, которые нужны городу для того, чтобы он нормально жил и работал. И действительно, выпускники работают вот там, где нам указывает учредитель. Ну да, это, конечно, отличный показатель. А вот скажите, у вас как устроена работа, точнее учеба? Только очные или есть заочные формы обучения? У нас есть два профиля заочных. И это, конечно, профили для тех, кто уже сейчас работает. Поэтому мы на них тоже приглашаем. Мои коллеги, может быть, более подробно о них расскажут. И вообще, я хотел обратить ваше внимание на наш сайт. Мгу.ру. Это сайт, который рассказывает о всех наших профилях, программах. Вообще, конечно, я еще раз повторю, что мы действительно очень небольшой вуз. Мы знаем друг друга в лицо, и в этом смысле слова эта работа, конечно, очная. Сейчас, ну, сложный период, чего лукавить. Мы поэтому ведем все занятия в дистанте. Они сочетаются с теми курсами, которые разработаны для наших услужащих. У нас мощнейшее. То есть, это обучение сотен тысяч человек, обучение системе ДПО. И вот эти курсы тоже используются нами на специальной платформе. Это достаточно мощная, интересная такой инсайдерская информация, если вы хотите, об управлении городом. Да, интересно. А расскажите про связь с иностранными коллегами. Может быть, у вас есть какие-то программы с зарубежными? Да, вы знаете, вообще, в принципе, любой университет, он может развиваться, если он открыт. Практики, опыту, опыту собственной страны, и, конечно, зарубежному опыту. Но вот работа наша с нашими зарубежными партнерами, она, я бы сказал, все-таки отличается от опыта крупнейших вузов российских. Дело в том, что мы работаем с госсектором. Наши студенты проходят практику в Германии. Они стажируются в муниципальных организациях, в городских организациях, которые работают с реальными живыми людьми, горожанами. Помогают людям с ограниченными возможностями. Они учатся работать с людьми различных культур, с молодежью, хотя это им, конечно, и близко. Вот стажировки в Германии. Это очень интересный проект, которым, ну, тут условие, конечно, нужно знать язык. Немецкий язык, в частности, второй язык. На каком курсе можно отправиться? Стажировки начинаются со второго курса. Конечно, очень строгий отбор. И скажу еще про нашего партнера, экономическую школу в Праге, Прашский экономический университет, более известное это название. Это крупнейший вуз, там много премьер-министров, министры закончили эти вузы Чехии. И вот как раз стажировки организуются тоже там, для нашей программы с чешским университетом. Расскажите, пожалуйста, про дополнительные какие-то способы, там, не знаю, получения второго диплома. Может быть, у вас есть какой-то там иностранный язык? Да, вы знаете, я еще хотел сказать, что иностранный язык нужен, потому что нужен для практики. Не потому что речь идет об отъезде в какую-то другую страну, а потому что нужно привлекать самые золотые мозги сюда. Ну вот, пожалуйста, вы говорите о дополнительных занятиях. Вот у нас одну из лекций прочитал здесь мэр города Хельсинки. Не так давно была эта встреча. Он говорил о том, что такой современный город, ну, говоря об опыте своей страны. Вот вам дополнительное занятие. Ну, конечно, очень много проектов, которые здесь ведутся, они связаны... Понимаете, здесь два уровня. Уровень «ты должен научиться» и «ты должен научиться работать». Вот эти два уровня, они соприкасаются, конечно, это и дополнительные занятия по иностранным языкам, и занятия, которые здесь ведут практики. У нас здесь, кстати, 1 декабря будет очень интересная конференция, посвященная паркам. Вот здесь будут представлены, ну, в общем, те, кто создает современные городские парки в Москве. Я думаю, что это интересно всем. А скажите, пожалуйста, вот для ребят, которые сейчас как раз задумываются о том, чтобы пойти учиться на управленцев, государственном, муниципальном управлении, что вот, может быть, им почитать вот лично от вас? Что, может быть, посмотреть, чтобы вдохновиться, чтобы понять лучше эту профессию? Ну, я должен сказать, что самое первое, что приходит в голову, наверное, классика, это вот классическое издание в сфере управления Стивен Кови, навыки эффективных людей, несколько изданий уже, и на русском тоже, конечно, есть. И вы знаете, еще книги по Москве обязательно почитайте. Последние 20 лет опубликовано много современных, хороших, очень качественных книг. Я не знаю, Сергей Шокарев, какие-то другие издания. Есть очень хороший журнал, он называется «Московский журнал. История государства российского». Прекрасный журнал Департамента культуры, культурного наследия. Мне кажется, что нужно любить свой город, поэтому читайте о нем больше. Ребята, я надеюсь, вы успели записать. Алексей Анатольевич, спасибо вам большое. Спасибо, что приехали. Я благодаря вам оказался опять в здании. Спасибо. Да, и мы тут рады у вас погулять, поэтому мы, пожалуй, продолжим. До свидания. Спасибо большое. И продолжим мы, конечно же, тоже со студенткой этого вуза. Это Ксюша. Ксюша, привет. Привет. Слушай, расскажи, да, для начала на каком курсе ты учишься и на кого? Я учусь на первом курсе магистратуры в программе «Менеджмент». И профиль у меня «Управление государственными программами и проектами». Слушай, ну, еще раз скажу про то, как у вас здесь все современно и классно. Ты знаешь, в каком году было построено у вас здание? Да, я знаю, что вот Виталий вам уже рассказывал, что изначально это было здание культурного наследия в 19 веке, и потом уже сюда была добавлена современная пристройка, и, собственно, поэтому это сейчас выглядит так прекрасно и красиво. Где мы с тобой сейчас идем, гуляем? Мы сейчас идем по административному этажу, да. Здесь у нас расположены различные кафедры нашего университета и также различный преподавательский состав. То есть это такие, как кабинеты рассотрудников? Это так, как студенты бегают ближе к сессии. Да, здесь нет аудитории, да, лекционных? Здесь лекционных аудиторий нет. Лекционные аудитории мы с вами посмотрим на третьем этаже, когда поднимемся. Ой, как у вас тут хорошо. А это что за зона такая? Это у нас лаунж-зона, где студенты могут прийти во время перерыва после пар отдохнуть и позаниматься. С другими делами, соответственно, пообщаться и обсудить все то, что было на парах. Очень приятно. Так, мы с тобой правильно движемся? Да, да, да. Вас тут не мудрено запутаться? Да, абсолютно правильно. Мы сейчас с вами поднимемся по лестнице на третий этаж. И там с вами также посмотрим, что у нас есть. Ой, с удовольствием. Пока мы с тобой гуляем. Так. Мы наверх, да, идем? Да, мы идем на третий этаж. Сейчас мы там посмотрим. Две очень интересные стеночки у нас там есть. Поближе с ними познакомимся. И потом я вам покажу пример нескольких аудиторий. С удовольствием посмотрим. Так, у нас здесь есть несколько стен. Первый, который я хотела бы показать для вас, это стена студенческого совета. Здесь можно познакомиться с направлениями, которые есть в студенческом совете. И о студенческом совете вам подробнее как раз рассказывал Никита Грачев. Да, 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 да. Вот помните, ребята, мы с Никитой познакомились вначале. Вот он как раз отсюда. Да. Ох, какой у вас классный символ. Да, вот можно посмотреть. Здесь у нас есть эмблема студенческого совета. И непосредственно на фотографиях изображены проекты и те мероприятия, которые организовывали студенческий совет. Ну, ты сама участвуешь в студенческом совете? Нет, я немножко другой деятельностью занимаюсь. Но, наверное, мероприятия ты точно посещала. Да, у ребят очень интересные и яркие мероприятия. Я думаю, Никита тоже рассказывал. Это и выезды первокурсника. Вот мне до сих пор очень сильно это запомнилось, потому что очень много ярких эмоций. Мы все как раз познакомились, передружились, выполнили командные задания. И это был тоже очень интересный опыт. А где проводится, кстати, у вас выезд? Выезды у нас проводятся всегда по-разному. Ну, чаще всего это специально оборудованные места. Мы, университет их снимает. И мы, собственно, там живем несколько дней и проходим различные командообразующие мероприятия. Ой, здорово. Ну, давай тогда перейдем к следующей стене. Следующей стене. Эта стеночка у нас посвящена проекту стажировка в правительстве Москвы. Собственно, любой студент может подать туда заявку, пройти отборочный этап и, собственно, стать стажером. Вот, что очень удобно, там можно совмещать учебу с работой. Вот. И любой стажер получает от 20 тысяч рублей в месяц в рамках данного проекта. С какого курса можно туда попасть? Со второго. Ты там была? Я, нет, я хочу вот как магистрант, уже освободила время и как раз хочу туда пойти. Да. То есть и сразу и деньги получаешь, и продолжаешь обучить? Да, да, именно так. Очень удобно. А что, какие там есть, ну, я не знаю, карьерные пути дальше? Что можно? Ну, там зависит, там есть также несколько направлений. Вы можете посмотреть, тоже есть это все на стеночке. Вот. Вот, и в зависимости от того направления, куда ты пойдешь, ты в рамках него обучаешься и потом идешь работать в ту или иную организацию. Вот. И как раз набираешься, получается, практического опыта. Ну, у тебя какая идея? Куда пойти? Ну, я бы, наверное, даже на самом деле я еще вот не думала на эту тему, но я изучу и посмотрю. Потому что это такой-то долгосрочный план, вот, и я пока еще думаю на самом деле. Хорошо, тогда пойдем дальше с тобой погуляем. Пойдемте. Сейчас мы с вами пройдемся по третьему этажу, и я покажу пример учебной аудитории. Вот. А слушай, а зарубежной стажировки у тебя, случайно, не было? Нет, я училась на другом направлении, так же, как и Виталий на культурном. Вот, поэтому у нас все стажировки и все практики как раз проходили в рамках города Москвы. Это уже аудитория, да? Да, это у нас компьютерный класс. Мы сейчас его с вами посмотрим. Спасибо. Так, здесь... Вась, прости, я не подержала тебе дверь. Здесь у нас проходят различные практические занятия в рамках различных дисциплин. Для каждого студента есть свой компьютер, они достаточно удобные, и вот мы с ними работаем, собственно. Ну, например, какие пары у тебя здесь проходят? У нас здесь проходит английский язык, например. Также проходят различные предметы, которые связаны с информатикой, вот. И, собственно, мы на практике как раз выполняем задания вместе с преподавателем. Хорошо. Ну, давай расскажи про свой самый любимый и самый нелюбимый предмет. Мой самый... А мы берем магистратуру или бакалавр? Давай, да, твою специальность. Мою специальность, хорошо. Мне очень нравится предмет оценка эффективности программ и проектов, потому что там мы... Ну, я, поскольку училась тоже на культурном управлении, мы проект рассматривали с одной стороны, более с культурной такой, а сейчас мы изучаем именно экономику. То есть то, чего боится любой студент, который заканчивал гуманитарное направление. Вот. Но сейчас нам очень хорошо про это рассказывают, и мне даже нравятся все вот эти расчеты, и вообще, в принципе, то, что ты смотришь на проект с другой стороны, это очень интересный опыт. Здорово. А нелюбимый? Нелюбимых у меня нет, потому что, как я уже говорила, мне действительно очень нравится этот вуз, и мне очень нравится, что у нас преподаватели практики. То есть мы не просто сидим на лекции и изучаем какой-то материал, мы также сразу смотрим это на практике, на примере каких-то проектов, или рассказывают также преподаватели кейсы, например, со своей работы. И мы таким образом... и своего опыта, в принципе. И мы таким образом узнаем вообще, что и как происходит в действительности в нашем городе. А ну, кстати, а из городских мероприятий ты где-нибудь принимала участие как организатор и как раз уже стажер? Да, я принимала участие, например, День города Москвы, мы от вуза делали там площадку, которая была посвящена, ну, собственно, конечно же, Москве, но мы брали Москву киношное у нас называлось мероприятие, мы брали различные художественные фильмы и как Москве, и рассказывали интересные факты, и ребята проходили задания, которые мы для них придумали. И также мы каждый год участвуем в выпускном в парке Горького. Тоже мы делаем от университета там шатер, собственно, дарим праздничную атмосферу при помощи наших фирменных шариков, также придумываем небольшие задания, ставим фото-будку, где ребята могут сделать фотографию на память, собственно, с выпускного. То есть ты уже, ты ответственна за культурную жизнь Москвы? Культурную массовую жизнь Москвы, да. Потрясающе. Ну, пойдем тогда выйдем дальше. Пойдемте. Аудиторию мы проверили, такая же светлая и современная. Слушай, а что вот это вот у вас такое? Я смотрю вот эти полоски. Это у нас очень интересный подход к обозначению аудиторий. Это, значит, линии, они выполнены в стиле линии метро. На каждой линии можно увидеть название той или иной зоны и, собственно, номер кабинета, например, если это какая-то аудитория. А то-то, я думаю, немножко напоминает. Это как будто у вас своя... Да, да, да. И, соответственно, названия есть разные у аудитории и они посвящены различным уголкам Москвы. Тогда пойдем по навигации дальше. Пойдем по навигации. А, ну да, интересно. У каждой аудитории вот есть свое название. Можно также, да, еще раз на это посмотреть. То есть это, подожди, это название аудитории? Да, у нас в каждой аудитории, вот, смотрите, вот здесь вот есть как раз хороший пример. Каждая аудитория присвоен какой-то уголочек Москвы. Вот. И, соответственно, ребята ориентируются по тому, во-первых, куда идти, какое у нас название, собственно, этой аудитории и ее номер. Очень удобно. То есть потеряться здесь невозможно. То есть, допустим, если надо вот куда-то в оранжевую сторону, ты такой, ну, у меня в Новопеределкино. Да, 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 это именно. Главное не уехать в Новопеределкино, а остаться на срезинке. Да. Ой, очень интересно. Первый раз такое слышу, вижу. И слышу, и вижу. Ну, кстати, а вначале ты путалась? Просто действительно много коридоров. Нет, я не путалась, я знаю, просто мне хотелось показать побольше красивых мест как раз. И сама я тоже я ходила. Нет, вначале я имею в виду на первом курсе. На первом курсе, опять же, я ходила в этот вуз 10 класса на мероприятие университетские субботы, потому что мне очень-очень понравилось здесь. Вот. И, собственно, я уже примерно знала расположение. Ага. Слушай, а я так понимаю, что мы с тобой пришли тоже в одну из каких-то таких аудиторий? Да, это 319-я аудитория. У нас она называется аквариумом, потому что она очень светлая, большая, и со всех сторон окружена стеклом, и студенты в ней, собственно, как рыбки, плавают за своими знаниями. А какие у вас здесь пары проходят? У нас разные пары, вот и профильные, и вот Виталий как раз рассказывал, и профильные, и, собственно, и остальные. То есть у нас расписание составляется как бы по-разному, мы переходим из одной аудитории в другую, вот, и, собственно, вот так проходят занятия. Так, тогда мы, наверное, отправимся туда, хорошо, в эту аудиторию, окунемся, так сказать, в аквариум. Слушайте, ну тут очень красиво. Вася, смотри, какой высокий потолок. Так сидишь на лекции и смотришь в окно. А пока вам Вася показывает потолок красивый, я подсяду к Кириллу Сергеевичу Ильичеву. Это настоящий чиновник, человек, который работает заместителем руководителя департамента предпринимательства и инноваций города Москвы. Я правильно говорю? Инновационное развитие города. Инновационное развитие города Москвы. В общем, Кирилл Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Расскажите, пожалуйста, то есть вы, я правильно понимаю, вы учились в этом ВУЗе? Да, даже в этой аудитории. Серьезно? То есть вы сейчас сидите, и у вас такая ностальгия? Да, конечно, я еще прошелся перед нашей с вами встречей. Могу сказать, что институт только хорошеет с тех времен, и, конечно, да, безусловно, родные стены. Ну вот расскажите, как человек уже работающий по специальности, к тому же, насколько помог вам в трудоустройстве этот ВУЗ? Ну, безусловно, помог, при том, что я распределился по распределению. Пошел сначала, получал практику, потом пошел работать на самую нижнюю должность в структуру органов власти правительства Москвы. А потом уже, ну, в общем-то, развивались и... И развивался, да, в рамках, я уже успел поменять, несколько структур работал, но все в основном в структуре правительства Москвы. Вы можете вот сейчас нынешним абитуриентам, не знаю, посоветовать, поступать в этот ВУЗ, если они хотят работать управленцами? Я, безусловно, могу посоветовать всем учиться в этом ВУЗе и поступать в этот ВУЗ. На мой взгляд, для этого есть несколько причин. Первая, наверное, вы уже ее описали, даже придя сюда, это инфраструктура. Это замечательное, красивое здание, которое позавидуют многие, наверное, современные корпорации этому зданию, да, оно досталось в ВУЗу случайно, я помню еще эти времена, когда его строили специально для банка, а передали в результате университету. Второе, это, безусловно, сама учеба. Я могу сказать, что мои знания, конечно, база знаний, которая здесь была заложена, дала возможность для развития практически в любом направлении, практически в любой специализации в рамках деятельности правительства Москвы. И, в-третьих, это, безусловно, такая социокультурная жизнь. Несомненное преимущество, я считаю, то, что ВУЗ небольшой и камерный. Это совсем другая обстановка, ты чувствуешь себя как дома. Ты, я был и в крупных ВУЗах, да, когда ты заходишь, и ты можешь быть там каждый день, но не знаешь тех людей, которых ты видишь. Здесь, пройдя учебу, ты знаешь всех по имени, знаешь разные курсы, знаешь всех сотрудников университета. Кроме того, здесь очень социально активная и культурная жизнь, как продолжается и ведется. Я посмотрел, активно работает студенческий совет, работает студенческое научное общество и так далее. Вы, кстати, на какой парте сидели на лекции? На первой? Вы знаете, у меня зрение плохое, поэтому я обычно в начале сидел, да. Вообще хорошо учились? Я закончил с красным дипломом, да. Ну вот так вот, если закончишь с красным дипломом, то точно все хорошо будет. Расскажите, пожалуйста, вот ваш департамент сейчас, вы принимаете студентов из МГУ? Да, с огромным удовольствием могу сказать, что и встречаю и по работе коллегами из других департаментов студентов. И это тоже существенно помогает, вот это студенческое братство, есть возможность обратиться. Во-вторых, у нас проходит и стажировку, и приходят работать очень толковые студенты. Я могу сказать, что я до этого работал руководителем Московского экспортного центра, и к нам пришел, ну, и сейчас уже получил даже повышение. У меня сотрудник, который окончил университет, я считаю, он очень ответственно подходит к работе и хорошо выполняет свой функционал. Скажите о вашей профессии. Вот у вас, наверное, были какие-то, не знаю, предвосхищения, да, о работе госслужащего. Вот оправдалось это или это даже оказалось чем-то более интересным? Вы знаете, я по натуре достаточно творческий человек, и здесь в ВУЗе была возможность, несмотря на всю его такую административность, была возможность реализовывать и творческие навыки. У нас было КВН, и мы участвовали в творческие вещества. Вы играли в КВН? Да, я играл в КВН. В сборной? Да, в команде. Были и межстуденческие активности, где наш ВУЗ участвовал. Вместе с тем, придя на работу в правительство Москвы, я уже представлял, потому что чем буду заниматься. И, конечно, безусловно, у меня до момента выхода на работу были такие смутные опасения, что чиновничество – это перекладывание бумажки, анализ каких-то сухих цифр и, собственно говоря, никакой живой работы. Но я могу сказать, что в работе чиновника есть очень много креатива. Важно найти, просто увидеть то, куда ты захочешь вкладываться. Потому что среди сухих нормативных актов, безусловно, есть вещи, которые заряжают тебе энергией. Ты можешь предложить усовершенствовать законодательство, ты можешь предложить увидеть какие-то минусы в твоей работе, предложить оптимизировать. А каждое твое вот это небольшое решение, иногда совсем может быть даже простое, дает эффект, который может ощутить на себе каждый предприниматель в городе, каждый житель города. И когда ты понимаешь, что от твоей работы зависит достаток горожан, уровень их жизни, и когда ты понимаешь, что ты вкладываешься в развитие своего города, даже находясь иногда не на высокой должности, это, безусловно, дает мощный заряд энергии. Тебе хочется в том числе креативить и созидать. А вы можете рассказать, над чем вы сейчас работаете? Да, я могу сказать, я курирую несколько направлений в рамках деятельности Департамента предпринимательства и инновационного развития. Я веду корпоративное управление нашими московскими технопарками, которые находятся в собственности города Москвы. Я занимаюсь вопросами городостроительного развития и строительного развития проектов, связанных именно с предпринимательством и инновацией, в том числе наукой. И, наверное, самое интересное с точки зрения такой публичной, это в Москве относительно недавно принято решение о развитии отдельного блока предпринимательства, это креативных индустрий, креативной экономики. И я веду этот блок, мы делаем такие достаточно, можно сказать, первые шаги, потому что даже еще на федеральном уровне это законодательно не регулировано. И вместе с тем вот Москва в авангарде, скажем так, этой работы и начала работу именно поддержки креативных предпринимателей. У вас была когда-нибудь мысль, что вот все, нет, это очень сложно и пора бросать? Вы знаете, для меня каждая сложность – это вызов. Это значит, наоборот, мне пора бросать, если тебе все понятно, все решено. Ну, можно не бросать, можно передавать кому-то следующему и идти дальше. А для меня каждая новая сложность – это вызов, который, безусловно, дает возможности к росту. И для того, чтобы развиваться, нужно выйти из зоны комфорта. Я думаю, все уже это знают. Кстати, вот какими качествами, вот, допустим, сейчас тоже ребята сидят и думают, так, мне нужно идти в эту профессию или нет? Вот какие качества есть необходимые для госслужащего? Вы знаете, во-первых, наверное, обращаясь ко всем абитуриентам, которые смотрят, у нас, мне до сих пор запомнилась фраза, я вот единственное, не помню, кто из преподавателей нам в институте сказал, но я считаю, она актуальна до сих пор. Это то, что высшее образование, оно не дает специальных навыков, и все равно ты, когда приходишь в конкретное место работы, ты учишься специфики. Но оно дает возможность тебе работать практически по любому направлению. Безусловно, ну, я, во всяком случае, выпускаюсь из школы, не знал или, может быть, предполагал, кем бы мне хотелось быть, но я не знал этой профессии, я не видел это изнутри. И та база знаний, которая мне была дана здесь, она мне позволила, в принципе, работать в достаточно разных сферах, потому что я работал изначально в строительном комплексе Москвы, потом был период, я занимался и создавал московский экспортный центр, сейчас я занимаюсь в том числе развитием креативных индустрий. Здесь, наверное, важно не ту специфику, да, и тот специальный навык, который ты получаешь, а именно возможность знать, как решить любую проблему, знать подход к тому, что надо сделать, какие шаги произвести для того, чтобы развить проект, для того, чтобы создать что-то новое. Кирилл Сергеевич, спасибо вам большое, мне кажется, очень вдохновительный, у нас получился очень вдохновительный разговор. Лично мне уже очень интересна эта профессия, подумаю, может быть, как-то можно поступить. Оставим вас здесь, а сами пойдем дальше, вы будете ностальгировать, а мы будем продолжать знакомиться с университетом. О, нас здесь ждет Ксюша. Да, мы продолжаем наш поход. Вот, идем в Дорогомилово. Да, мы сейчас с вами пойдем на пятый этаж, вот, там вас будет тоже ждать наш специалист, вот, и она, соответственно, тоже вам расскажет полезную информацию про поступление в наш пус, вот, ну, представлю я ее поближе к аудитории, чтобы запомнили обязательно ребята, чтобы могли задать вопросы интересующие. Слушай, да, а вот у тебя есть какой-то, я просто смотрю, у вас тут везде диванчики, какие-то интересные, аудитории так уютненько, у тебя есть вот твое любимое место в ВУЗе? Я думаю, как и у любого студента, мое любимое место в ВУЗе – это столовый буфет, потому что у нас он очень-очень красиво оформлен, у нас… Там, где мы были внизу, да, на первом… Там, где вы с Виталиком как раз были. Подожди, сейчас мы Васю подождем, угу. Вот, соответственно, можно сесть покушать, посмотреть на прекрасный купол, опять же, светло и очень приятно сидеть. Вот, также мне очень нравится, что у нас на каждом этаже есть своя зона, которая оборудована мягкими диванчиками и столиками, и тоже там можно спокойненько посидеть, пообщаться с друзьями и передохнуть во время перерыва после пар. Как у вас тут много лестниц и заодно пизра? Да, да. Ну, у нас достаточно удобно, очень, опять же, за счет навигации, здесь невозможно запутаться. У нас всего тут несколько лестниц, и очень удобно добираться до нужной аудитории с разных сторон. Спасибо тебе большое. Подождем, Басю. Так. Слушайте, ну это очень интересно. Давай еще раз это покажем. А что значит площадь Шарля де Голля? Вот, у нас как раз, я говорила уже, каждая аудитория, она под свое название идет, под свой уголочек, который вот в Москве у нас есть. Ага. А, все, значит, я просто не все уголки Москвы знаю. А метро «Городок» это что такое? Ну вот тоже одна из частей, да. Вот Рижская площадь, я думаю, многие ее знают, она тут тем более рядом. У нас здесь очень удобное как раз расположение. Можно с абсолютно разных станций метро дойти. Вот, и, соответственно, вот опять же Коптево, Куркино, аэропорт Сокол, Ховрино. Я думаю, ну эти районы точно многие из ребят, которые смотрят, знают. То есть вы не пользуетесь цифрами для аудитории? Нет, мы пользуемся. Почему у нас вот есть как раз, вот, например, 527-я, но интереснее и более лучше ассоциации возникают с той или иной аудиторией, с ее расположением. Вот как раз благодаря цветам и благодаря негласным названиям, которые у нас есть в ВУЗе для той или иной аудитории. Вот, а сейчас я вас привела к Наталье Александровне Борисенко. Это наш ведущий специалист по довузовской работе, и она является сотрудником приемной комиссии. Это то, что... Она у вас внутри, проходите. Так, значит, мы с тобой прощаемся? Да. Спасибо тебе большое, Ксюша, успехов тебе в работе и в научной деятельности. Спасибо вам большое. Всё, пока-пока, а мы пойдём, я так понимаю, в библиотеку, но нам сейчас скажут об этом точно. Здравствуйте. Наталья Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, мы с вами в библиотеке. Мы с вами в библиотеке, здесь тоже любят проводить время наши студенты. Есть и книги в печатном виде, и очень много подписок на международные и российские издания для того, чтобы всю работу, которая нужна, научную, можно выполнять здесь или из дома. Дистанционное подключение у студентов тоже к этому системе есть. Давайте мы, наверное, с вами даже присядем. У нас там вопросов к вам накопилось. В шахматы играть не будем пока что. Расскажите, пожалуйста, вы знаете, для начала хочется узнать у вас про стажировки и про практику. Поэтому первый вопрос, который у нас тут уже ребята вовсю смотрят нас, задают нам вопросы. Сейчас я первый вопрос найду и вам задам. В каких компаниях или госструктурах проходят стажировки и практики? Во-первых, первое, что хочу сказать, университет вообще очень практикоориентированное обучение, поэтому был создан Центр развития карьеры. Наши студенты не бегают по городу в поисках места практик, и о них по любой специальности всегда это на выбор. Любая кафедра, любой профиль нашей подготовки имеет свои договоры с государственными организациями, с коммерческими организациями. Наши студенты имеют на выбор места практик и стажировок для того, чтобы можно было себя проявить. Конкретно какие-то компании? Да, я могу перечислить. То есть из департаментов правительства Москвы это департамент предпринимательства и инвестиционной политики, департамент финансов, спорта, культуры. Это департамент, правовой отдел любого департамента, потому что есть направление подготовки юристов. Юристов, правовое управление, это ГБУ жилищник, все дома, все государственные сооружения, здания, которые к этому относятся. Это комитет государственных услуг, масса организаций, где можно проходить практики и стажировки. То есть там студент имеет право попрактиковаться, а вот устроиться уже университет помогает? Вообще вся система, она сделана таким образом, чтобы наши студенты были трудоустроены с самого начала. То есть все учебные программы, они согласованы с правительством Москвы. Дальше вот этот центр развития карьеры, который организовывает практики, и их три за время учебы. То есть это ознакомительная практика на первом курсе, второй, третий курс это производственная практика, и четвертый курс это преддипломная практика. И чаще всего, когда студенты уже посмотрели разные организации, да, для того, чтобы определиться, ну где бы я хотел работать, она придет дипломную практику, они идут туда, где бы они теоретически хотели быть трудоустроены. Они выполняют дипломную работу, она всегда это практическая дипломная работа. Всегда есть руководитель работы со стороны организации, студенту есть где себя продемонстрировать. Всегда тоже еще один такой пункт на государственных экзаменах обязательно сидят представители департаментов и смотрят на студентов. Обязательно на защите дипломов присутствуют руководители и сотрудники департаментов, для того, чтобы тоже для себя посмотреть студентов. Поэтому у нас очень высокий процент трудоустройств. Вот по прошлому году это 87 процентов. На момент окончания бакалавриата мы всегда подводим итоги вот на 1 декабря, потому что кто-то определяется с местом работы, поступают в магистратуру, да, и смотрят расписание свое для того, чтобы и полноценно учиться, и работать. Поэтому вот в ВУЗе создана система для того, чтобы наши студенты имели свое место работы на момент окончания бакалавриата. А вот, кстати, какое направление сейчас самое популярное, куда идут в основном студенты? Ну, у нас вот, если говорить по прошлому году, вот сразу, когда мы заполняли группу, первая группа, которая заполнилась, это было управление городским хозяйством. Ну, наверное, очень многие хотели бы работать в таком чудесном городе, да, и видят развитие города, видят новые проекты. Потом все программы, которые у нас есть, они вот, они очень такие прикладные, да, и они, уже студенты, когда здесь у нас учатся, они понимают, что есть возможности для реализации своих проектов и участия в проектах города, да, и любое. Управление государственными услугами. Интересно, интересно, будет Москва в этом развиваться? Конечно, в этом Москва вообще впереди планеты всей, да. Управление цифровыми проектами города. Интереснейшая программа, да, которая позволяет тоже сейчас, тем более, вот, ну, в такой сложный период, когда мы понимаем, насколько все это связано. Возникает тема, там, цифровая экономика. Пожалуйста, кафедра этим активно занимается, да, экономика города, финансы города. Тоже, пожалуйста, развитие. Управление городским хозяйством, я уже сказала, социально-культурное развитие. Мегаполис и департамент культуры сегодня это больше двух тысяч адресов. И вот эти вот, ну, Москва очень востребована, да, как и событийный туризм, московские сезоны, московское долголетие, новая программа. Это все, конечно, новые рабочие места для наших студентов. Это, ну, возможность развития. Поэтому мне сложно выделить какое-то одно направление, потому что, ну, это та же юриспруденция. Да, меняется время, меняются задачи юриста, но юрист, он все равно остается юристом во все времена. И международное отношение. То же самое. Москва один из крупнейших мегаполисов, самый крупный город Европы, да. Понятно, что Москва имеет огромное количество связей международных. И это направление тоже очень серьезное, и тоже оно вот востребовано. Управление персоналом на сегодняшний день, что самое ценное? Управление человеческими ресурсами, да, для любого департамента, для любой организации. Пожалуйста, такая кафедра у нас тоже есть. Поэтому что-то одно очень выделить сложно. Ну и, конечно, вопрос, который многих интересует, а что с зарплатами? Например, для начинающего специалиста? Ну, зарплата, это, во-первых, это можно посмотреть на каких-то сайтах, вот, Суперджоп, да, или каких-то платформах, где люди ищут работу и посмотреть позиции. Но, как бы, средняя, я по кафедрам, вот, если спрашивать, да, ко дню открытых дверей, когда мы готовимся, они же со своими выпускниками остаются в очень тесной связи. Вот, но начинают где-то от 60-70 тысяч вакансии, да. Ну, если посмотреть по статистике, средняя зарплата государственного служащего в Москве сейчас 112 тысяч рублей, вот, ну, наверное, вот тоже опять в эпоху пандемии это одно из самых стабильных мест работы, и, ну, и самое главное, что это развитие. Да, ну, конечно, прежде чем получать деньги и зарплату, нужно отучиться. Давайте вот про поступление поговорим. Расскажите, пожалуйста, с какого класса начинать подготовку? Может быть, у вас есть какие-то подготовительные курсы? Ну, у нас, значит, система поступления, как в любом государственном вузе, по результатам ЕГЭ. У нас нет внутренних вступительных испытаний, поэтому готовиться можно в своей школе, можно готовиться со школьными учителями, значит, вы приходите после школы, выпускники школ поступают к нам по результатам ЕГЭ. Выпускники колледжей поступают к нам по результатам внутренних вступительных испытаний. Программы этих внутренних вступительных испытаний уже есть на сайте университета, в разделе приемная комиссия, тоже можно все спокойно посмотреть, пролистать. Поэтому целенаправленно подготовительные курсы для поступления к нам в университет мы не открываем, потому что задача школ подготовить школьников к сдаче ЕГЭ, ну или репетитора, кто чем пользуется. И этого достаточно для того, чтобы вот к нам пришли люди, с которыми мы готовы работать. То есть какие ЕГЭ вы можете сказать сейчас? Да, я могу. В этом году, мне кажется, для школьников будет несколько проще поступать вообще в вузы, потому что нет такого жесткого перечня экзаменов, с которыми они должны прийти. В нашем случае у нас жестко закреплены экзамены только в двух направлениях. Значит, это юриспруденция, вы должны прийти русский язык, общество знания и история. И международные отношения. Здесь обязательно русский язык, история и иностранный язык. Для остальных специальностей, например, если мы говорим экономика, управление персоналом, корпоративное управление, менеджмент организаций, два экзамена, которые вы должны принести обязательно, это русский язык и профильная математика. И четыре экзамена могут быть... То есть из четырех экзаменов вы должны выбрать третий, который вы нам предъявляете. Это история общества... История... Значит, это русский... Ой, нет, простите. История общества знания и иностранной информатика. Один из четырех? Из четырех. То есть в итоге у вас на выбор. Опять же, если мы говорим о математике, математика всегда профильная. Если, значит, вы приходите к нам на специальность государственное и муниципальное управление, то вы приносите обязательно русский и общество знания. А по выбору, опять же, четыре экзамена. Один из четырех. Это математика, это история, это иностранный или информатика. А что касается проходного балла, вы можете сейчас... Я могу сказать, я, во-первых, остановлюсь на минимальных баллах, потому что очень часто с этим возникают вопросы. Значит, математика профильная, минимум должно быть 30 баллов для того, чтобы мы приняли у вас документы. Русский и общество знания, это 42 балла. Информатика, это 40 баллов. История 38, иностранный 44. Это та минимальная граница, если этих баллов нет, мы документы принять не можем. Дальше, если говорить по итогам приемной кампании этого года, лета этого года, то средний балл зачисленных к нам в университет, это примерно 65 баллов. Это средний балл, то есть чуть-чуть меньше может быть, чуть-чуть больше. Если говорить о самом высоком балле, то это есть и 300, и 279, и есть и 260. То есть дети приходятся очень подготовленные. Поэтому смотрите, готовьтесь, приходите. В общем, если задаться целью к нам поступить, это можно сделать. Кстати, вот, допустим, если задаться целью, может быть, у вас есть какие-то мероприятия по профориентации, которые позволяют прийти сюда, посмотреть, познакомиться? Да, значит, всегда, вот вообще, позиция руководства, сотрудников университета, что любой человек, который приходит в университет, он должен отсюда уйти с какими-то знаниями. Поэтому все наши мероприятия, которые мы организовываем, моё дают представление об университете, о развитии в профессии, да? Для школьников, да? Для школьников, конечно, для школьников, для студентов колледжей. Значит, наши университетские субботы. Всегда есть регистрации на сайте университета, и сейчас они проходят, к сожалению, вот в режиме, в таком ограниченном, мы их проводим дистанционно, но всегда они проходят на платформе вебинар или через нашу группу ВКонтакте, и всегда можно задать вопрос преподавателю, то есть поучаствовать через, ну, письменно, да, через чаты можно поучаствовать в общении. У нас отдельно на сайте есть раздел взаимодействия с консультантами по образовательным программам, где есть мобильные телефоны сотрудников кафедр. Можно позвонить, задать вопросы свои, как бы тоже для того, чтобы быть уверенным в том, что это то место, куда вы хотите прийти, сделать так называемый вот осознанный выбор. В этом году все вот эти интерактивные наши лекции, они как раз направлены на то, чтобы дать, ну, дать полную информацию про университет, про специальность, про то, как развиваться в этой профессии, получить какие-то дополнительные навыки или soft skills, да, или что-то даже из хардов, что поможет сдать экзамен, например, там, по обществу о знании или по истории. Здесь еще тоже хочу обратить ваше внимание, что у нас есть такая целая серия интерактивных игр, квизов, которые тоже позволят получить знания и о Москве. Готовят это наши студенты. Это прямо вот до конца апреля расписанные мероприятия, тоже дистанционно, совсем, ну, во всем в этом можно поучаствовать. Отдельный проект тоже, я считаю, что он профоориентационный, потому что очень важно, когда человек пришел в университет, вот, почувствовать себя в окружении, вот, посмотреть аудитории, коридоры, ну, подышать воздухом, да, студенческим, такого, вот именно нашего университета. Поэтому можно тоже позвонить по телефону приемной комиссии, договориться с нашими сотрудниками, которые очно ходят в университет на работу, по записи, со всеми мерами предосторожности, прийти и пообщаться здесь, внутри университета. Это тоже такая возможность есть. А вот куризы, вы говорили, это для каких классов для школы? Можно с седьмого класса, единственное, что, чем крепче будет ваша команда, особенность в том, что можно играть с семьей, можно играть с одноклассников, собрать друзей, собрать команду, там, 4-5 человек, для того, чтобы было удобно коммуницироваться, да, ВКонтакте, через свою группу, или, например, там, ну, какое-то средство связи должно быть, чтобы команда все-таки взаимодействовала, не обязательно с всем сидеть в одном помещении, вот, и это, в общем, тоже дает представление о городе и вот об университете. А, кстати, есть ли у вас какие-то олимпиады, может быть, университетские, которые позволяют поступить потом? Значит, у нас есть свой конкурс, это не олимпиады, а конкурс проектных и исследовательских работ. В этом году мы будем проводить его пятый раз, уже начали прием работ, вот, с 1 октября открыт прием работ. Вот, называется он «Мегаполис 21 века. Город для жизни». Конкурс находится, 3 года он был включен в перечень Министерства просвещения, как мероприятие, которое выявляет одаренных детей. Сейчас мы тоже подали заявку, ждем решения. Очень надеемся, что опять будем включены в этот перечень. Можно посмотреть тоже всю информацию на сайте, там, для того, чтобы понять, какие работы интересовали наших членов экспертных комиссий, что вышло в финал, да, что интересно подросткам, для того, чтобы почувствовать себя, вот эту вот исследовательскую свою работу, сравнить с теми работами, которые были победителями наших предыдущих конкурсов. Эти работы тоже все есть на сайте в разделе «Конкурс». И это дает дополнительные баллы при поступлении к нам в университет, сертификат участника, ну уж тем более, да, призера. Все это дает дополнительные баллы, и можно этим воспользоваться. Соответственно, дополнительные баллы дает же также, вот сразу скажу, и волонтерская деятельность, только обратите внимание, как минимум полгода должно было быть вашей волонтерской книжки при подаче документов. Ну и, соответственно, Всероссийские Олимпиады тоже. Вот еще немного вопросов вам задам, у нас прям буквально немного времени, но все-таки, надеюсь, успеем. Есть ли психология в вашем университете? Само направление подготовки психологии нет, но вот на управлении персоналом у нас читают лекции кандидата психологических наук на социально-культурном развитии мегаполиса, тоже как бы заведующий кафедрой доктора психологических наук. Вот поэтому, ну, это сейчас очень важно, да, вот тоже такая дисциплина. Поэтому если вот прикладная, как бы вот такая вот психология, да, вот не специальность психолог, а вот применение психологических знаний вот в работе, то вот есть такие специальности. Скажите, вот гуманитарии, куда могут поступить? Направление гуманитарное? Ну, гуманитарное, это международные отношения, безусловно, потому что в учебном плане два иностранных языка обязательно. Вообще иностранного языка у всех студентов наших много, и дают факультативные занятия, возможности такие есть для развития. Ну, вот такие прям, чтобы гуманитарий, гуманитарий, ну, конечно, вот это либо это юриспруденция, либо международные отношения. Скажите, пожалуйста, сколько вообще, в принципе, у вас студентов учится? Около 1300. То есть у нас очень такое камерное учебное заведение, вот уже, наверное, мои коллеги, да, там или студенты говорили, что это вот, ну, учеба глаза в глаза, локоть об локоть, да, когда вот все студенты в чатах у преподавателей, и когда все студенты знают друг друга, все преподаватели знают своих студентов. Ну, это такая вот одна семья, конечно. Спасибо вам большое, Наталья Александровна. Мы тогда пойдем дальше, покажем еще одно секретное место. Спасибо вам большое за то, что с нами поговорили, за ответы. Ну что ж, а мы с Васей пойдем, покажем вам сейчас одно очень интересное место. Нам посоветовали студенты и сотрудники показать их главное место, место силы, можно так сказать. Сейчас мы до туда дойдем, оно здесь буквально недалеко. Ну что ж, а пока мы идем, я хочу сказать, что еще раз напомнить вам, где мы были. Мы были в московском городском университете управления. Здесь учатся те, кто управляют, те, кто потом в будущем управляет нашим городом, то есть Москвой, столицей. Ну вот, кстати, друзья, мы пришли. Это мостик, где все студенты делают свои селфи. Я, кстати, тоже потом сделаю, где сотрудники проводят важные телефонные разговоры. Вообще, в принципе, вот это такое любимое место всех, потому что, вот смотрите, вот там очень красивый вид на улицу. Красота. И с другой стороны, очень красивый вид на университет. В общем, на самом деле, немножечко даже напоминает какую-то такую улочку внутри города. Такая своя какая-то атмосфера, своя жизнь, конечно же, еще и с навигацией своей собственной. Итак, это был Московский городской университет управления. Здесь учатся специалисты, которые управляют потом вот тем городом, который здесь за окном. Мы вам показали аудитории, познакомили со студентами, с преподавателями. Ребята, смотрите, решайте, выбирайте и, конечно же, определяйтесь с профессией. Ну, а перед этим удачно и хорошо сдавайте экзамены и готовьтесь, конечно же, к ним. Спасибо вам большое. Это была прямая трансляция, прямой эфир в рамках марафона. Профориентации учебы.ру и ВКонтакте. Если вы еще не зарегистрировались, то скорее регистрируйтесь. Ссылка в описании. Ну, а сегодня мы с вами прощаемся. Всем пока. Субтитры подогнали Симон.